Всегда приятно погружаться в воспоминания, а еще лучше и приятнее это делиться своими воспоминаниями со своими детьми. И вот когда ваши дети спрашивают, а какое детство было у тебя, пап, мама, что у вас было, во что вы играли, вам на помощь приходят не только ваши воспоминания, но и музей. И не об какой, а очень интересный, где есть выставка «Мое Свердловское детство». 13 мая открылась она в Екатеринбурге. И у нас в гостях экскурсовод музея кукол и детской книги Ольга Шмулей. Здравствуйте. Здрасте, Оль. Так, ну что, тут же все на поверхности. Свердловское детство. Понятно, что это детство 80-е и 90-е, скорее всего. Нет. Нет, у нас, получается, берется период весь советский, то есть условно с 20-х по 90-е. О, большой. Да, специфика нашей выставки, она не только в предметах, она больше в людях и воспоминаниях, потому что мы общались с бывшими детьми Свердловска, они рассказывали свои личные истории, мы их записывали, соответственно, их можно у нас даже послушать в аудио, ну, конечно, не здесь у нас в музее, вот, как они своим, в общем-то, языком, со своей интонацией рассказывали свои детские истории. Вот, соответственно, здесь у нас есть немножечко экспонатов, и, опять же, наверное, они важны именно теми воспоминаниями, которыми их наделили, в общем-то, люди, которые нам о них рассказали. Ну, давайте тогда чуть-чуть приоткроем эту историческую завист тайны и обратимся к уже всем известному, я думаю, что и по недавно вышедшему фильму, Чебурашке. Да, Чебурашка, ну, на самом деле, для меня выбор дизайна достаточно, ну, интересный, странноватый, хотя мордочка у него максимально добрая и милая. Ну что, он в смокинге. Смокинге, да, допустим, да. Тут история, на самом деле, такая очень милая. В общем, две девочки захотели купить себе Чебурашку в детском мире на Уралмаше, на Бульваре Культуры, но одну из них не отпускали, одну домой, одну куда-нибудь идти. В итоге они ушли. Из дома. Вообще, то есть, ну, да, из дома одной быть где-то уходить без спроса нельзя было, без взрослых. И, соответственно, они ушли на урок раньше, поехали на Уралмаш, там потерялись, где-то час искали, этот магазин так и не нашли, сели на Бульваре Культуры и стали жевать булочки из школы. И потом одна из них поворачивается назад, и прямо позади них вот тот самый детский мир. Но там обед, а у них уже больше нет времени ждать. И в итоге они ехали вот именно за таким Чебурашкой, вот такого дизайна, и, к сожалению, вот не смогли купить. Такая история есть. Очень такая теплая, хулиганская и немножечко грустненькая. Действительно. Давайте теперь к репродуктору. Да, смотрите, это у нас получается приемник, нам ее предоставил, да, Виктор Петров. Он у нас, собственно говоря, собрал вот этот приемник по чертежам журнала радио за 59-й год, это 11-й выпуск. То есть здесь все внутри, оно, да, оно может немножечко пошуметь, да. А, серьезно? Да, оно рабочее. Единственное, он ловит, в общем-то. Да, но сейчас он, скорее всего, вряд ли что-то словит, потому что сейчас, как вот мне объясняли, сейчас волны какие-то не те, тут я уже не сильно разбираюсь, но это действительно большая уникальность. Потому что все собрано из старых деталек, и вот раньше дети же там сами транзисторы покупали на шуваки, шоу, каких-нибудь барыг, все это пытались сами смастерить, сделать. И как вот, в общем-то, вот этот Виктор рассказывает, что очень было классно, когда ты где-то гуляешь с друзьями, там даже по лесу, у тебя есть радиоприемник маленький, который что-то доловит. Вот, сейчас у нас айфоны, а раньше были такие радиоприемники. И интерес вот тоже, он говорит, именно к таким маленьким приборам был. Получается, это у нас плотненькая схемка, и получается, собрано это все уже ручками Виктора. Корпус деревянный. Да. Понимаешь, Екатерина? Удивительно. О, так это, что ж вы молчали-то? Вот, теперь мы знаем все. Батарейки здесь тоже советские, поэтому его нужно включать очень максимально редко, если они закончатся. Я уже отключил. Да, но там надо еще будет послушать, там тоже свои примочки есть. Если не шуршит, то точно выключен. Ну, я потом проверю. Серьезно ведь? Мады ин ПРС. Польская республика советов, наверное. Скорее всего, я вот тут уже не подскажу, я в технике, к сожалению, не разбираюсь. Когда вот Виктор пришел, он очень много любит об этом рассказывать. Половину слов мне потом приходилось буглить, чтобы понять, что мне говорили. Ну, сейчас мы так сверху чуть-чуть приложим, закрывать будет долго. Ну, можно так поставить. Все, договорились. Ну, и книжка. Да, книжка. Вообще, на самом деле, ну, нужно сказать, что советский ребенок много читал. Не будем уходить в морализаторство, ну, просто скорее информация в основном, вся вокруг ребенка советского была текстовой. Вот, и здесь история тоже очень шкодная. В общем-то, Ирина Сорокина, да, она очень любила читать, постоянно ходили выписывать себе книжки. И вот по Ленина, где у нас бывший УПИ, там стояли магазины книжные, например, коллектор. И вот как-то раз мама отправила вот эту свою дочку с бидоном алюминиевым за молоком и дала деньги на молоко. И вот эта Ирина рассказывает, что она уже не помнит, почему она не купила молоко, но она проходила мимо этого книжного магазина, а там еще на улице поставили станы с книжками. И она видит вот эту замечательную красную книжку, вот так вот она прям выглядела. Она в нее влюбляется и тратит деньги с молока на вот эту книжку. И она рассказывает, что это ее первая личная книга. Вот, соответственно, конечно, она получает, нагоняет родителей, но, тем не менее, вот такая страсть у ребенка была книжкам, что уж она вот деньги спустила не на что-то плохое, а на вот такую замечательную книжку. Вот, таких историй у нас еще очень-очень много. Про игры еще чуть-чуть расскажите, что представлено, в какие игры играли советские дети? Да, в какие игры играли, ну, то есть это в основном уличные, конечно же, игры, очень всего разного много. Это, например, штандеры, игры с мячом, это горячая картошка, съедобная-несъедобная, тоже, я думаю, знакома. Резиночка. Резиночка, да, это точно, вот у нас тоже на открытие в резиночку играли. Калечина-малечина, сок, сложики. А что, подожди, а что такое калечина-малечина? А там, в общем-то, может быть, расскажите, там вот как раз с палочками, в общем-то, игра у нас. Вы в такую играли или в другую? Нет, нет, у нас не так. А как у вас было-то, рассказываете, тоже история. Ну, это что-то типа догонялок, но как бы за ту часть тела, которую заденешь, она отключается, как бы не работает. Ага, ну вот видите, вот, в общем-то, такой вариант игры тоже есть. Ладно, за эфиром покажешь, как это делается, калечина-малечина. Вот, собственно говоря, игр было действительно много, вообще даже, ну, понятно, в квартире советской в комнате могло жить по пять человек, но обычно говорили так, ну, за высшим трех детей, потому что весь день они проводили на улице, соответственно. Вот, с улицей тоже есть такая небольшая специфика, то есть все в детстве может меняться от того, что рядом с тобой находится. У нас, например, на лид-квартале была кондитерская фабрика, и то ли там тетушки были очень добрые, то ли брака было очень много, и детям конфетки прямо из окон выкидывали, да, а тем, кто жили прямо во дворе кондитерской фабрики, им вообще очень везло. Ребенок мог просто гулять, а тут, в общем-то, из окна появляется вот эта вот тетушка и говорит, девочка, конфетку будешь? Ну, и девочка, конечно же, да, и ей выносят вот такую колбасу леденца, еще теплую, которую можно свернуть. Вот, то есть бесплатных конфет, в общем-то, в литературном квартале было много, дети ели. То время, когда фраза «конфетку хочешь» воспринималась как бы абсолютно адекватно и нормально. Хорошо, участвует ли ваш музей в Ночи музеев? Да, конечно, мы участвуем, у нас днем детская программа, там у нас нечаянная выставка и сказочный башмачок, а вот на вечер мы уже оставили мое Свердловское детство, именно экскурсию по выставке, и еще у нас будет именно такая интерактивная часть, мы как раз будем играть в советские игры. Там у нас будут секретики, кстати, это очень важно. Да, будут, собственно говоря, еще «Сокс» и «Штандр» как раз. «Сокс» все-таки был в советской игре? Да, 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 «Сокс» вообще как делали, брали на «Сок», туда гречку и потом уже начинают играть. Она подписана, это еще «Перьевая ручка». Да, да, ну это вот все раритет, конечно. 1959 год, 16, 6, 7, 8, 9, 8. Это 8, это 7, 8, 8. Ой, август. Август. Ой, приключение, Чаполина. Рассматриваем. Напомним адрес, время работы. Прилитарская 16, ну вообще мы работаем в будни с 10 до 7, в субботу с 10 до 6, это у нас, в общем-то, воскресенье, выходной. Вот, на «Ночь музеев» работаем, получается, с 12 до 2 ночи, ну до часу, до часу. И ваш музей, это, напомню или расскажу тем, кто еще не был, это небольшое пространство, как, допустим, Эрмитажа Екатеринбургского. Это одноэтажная, небольшая такая, небольшой дом, где, ну человек, наверное, максимум 50, наверное, может зайти так, чтобы было комфортно. Да-да-да, поэтому у нас есть предварительная запись, она, конечно же, обязательна, чтобы как раз как-то вот эти вот потоки все структурировать, чтобы у нас не было тучи, как на шуваке. Хорошо. Спасибо вам огромное. Ну, продолжайте делать это очень увлекательное дело. Все, спасибо вам большое. Приходите, у нас действительно очень теплая история, погрузитесь в ностальгию немножечко, даже если вы в советское время не были ребенком, до вас все равно ностальгия своими ручками дотянется. Хорошо.